Добрый день друзья! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Елена и сегодня хочу вам предложить рецепт нашей любимой закуски на праздничный стол. Это рулет из рульки с чесноком, морковкой, соусом терияки и другими ароматными специями. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и узнавайте первыми о рецептах проверенных временем. А все точные пропорции продуктов как всегда в описании под видео. Нам понадобится рулька, это свиная голяшка, часть свиного окорока. Вес рульки 1,3-1,5 кг. Рульку предварительно заливаем теплой водой и даем постоять 30-40 минут. Затем ножом нужно очистить свиную рульку вот таким образом со всех сторон. После чего еще раз промываем рульку под теплой проточной водой и высушиваем бумажными полотенцами. Теперь нам нужно мясо отделить от кости. Для этого острым ножом вдоль делаем надрез до кости. Аккуратно возле кости проводим ножом и потихоньку отделяем мясо, как показано на видео. Стараемся нож держать прямо возле кости и плавно снимаем мясо, не порезав шкуру. Я вам показываю весь процесс в ускоренном режиме, чтобы вы увидели, как все просто и достаточно быстро. Мясо срезали по максимуму, кость оставляем на холодец или бульон. Вот такие вот печати на шкуре я всегда вырезаю. Теперь где толстые кусочки мяса, разрезаем ножом и разворачиваем как книжку. Разрезаем аккуратно, чтобы не повредить шкуру. Получается вот такой кусочек мяса. Мясо накрываем пищевой пленкой и хорошо отбиваем молоточком с одной стороны. Затем солим по вкусу. Я добавляю одну чайную ложку соли. Получается слегка малосольный рулет. Вы добавляете по своему вкусу. Перчим по вкусу. Добавляем одну чайную ложку паприки, одну чайную ложку куркумы. И руками хорошо втираем специи. Далее добавляем соус терияки, примерно 50 мл, прямо на мясо. И силиконовой кисточкой равномерно его распределяем. Соус придаст мясу невероятный вкус и аромат. Выдавливаем 5 зубчиков чеснока и также равномерно его распределяем по мясу. Теперь одну морковь среднего размера натираем на терке для морковки по-корейски. Или на обычной крупной терке. И также распределяем ее по мясу. Сверху посыпаем совсем немножко молотым кориандром. Сверху посыпаем мясо в плотный рулет. И нитками завязываем рулет. Можно взять обычные нитки, как у меня. Зубные нитки или шпагат. Самый лучший вариант. Рулет перекладываем на фольгу в два слоя. Плотно заворачиваем. Даем рулету промариноваться 2-3 часа в холодильнике. Затем отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 2,5-3 часа. Время выпекания напрямую зависит от вашей духовки. Готовому рулету даем полностью остыть. И убираем его в холодильник на ночь. Чтобы рулет держал форму и хорошо нарезался. После холодильника рулет нарезаем на порционные кусочки. Рулет прекрасно держит форму и легко нарезается. Аромат просто невыносимо аппетитный. Очень вкусно пахнет. Выглядит такой рулет очень красиво и эффектно. Такая холодная закуска будет достойно смотреться на любом праздничном столе. Разлетается она на ура. Поверьте, проверено годами. Ведь это любимая наша закуска. Я не скажу, что это закуска за копейки. Так как рулька у меня получилась на 85 гривен. По курсу на сегодняшний день это примерно 3 доллара. Плюс специи, плюс морковка. Но все же такой рулет выходит в 3-4 раза дешевле, нежели готовить рулет из мякиша или грудинки. Поэтому скорее сохраняйте себе этот рецепт. Друзья, я надеюсь видео вам понравилось и вы обязательно попробуете приготовить такой рулет. Если так, ставьте лайк, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. Всем, кто уже подписан, огромное спасибо. Это колоссальная поддержка для меня. До новых вкусных встреч! Субтитры сделал DimaTorzok